День памяти преподобного Герасима Ярданского торжественно отметили на Святой Земле. Литургия прежде священных даров была совершена в монастыре, который сам святой основал в V веке. Обитель Герасима Ярданского находится в Иудейской пустыне, в нескольких километрах от реки Иордан и древнейшего города Ерехона. Обитель считается одной из самых строгих по уставу. Несколько раз она подвергалась разрушению и запустению, но была вновь возрождена. Сегодня монастырь Святого Герасима Ярданского развивается, он полюбился паломникам. Наш корреспондент Евгений Бестужев расскажет, как прошел один из главных праздников православной обители. Духовный оазис в пустыне. Именно так называют обители Святого Герасима Ярданского. Тенистый двор уникальной монастырской постройки, тропический сад делают это место подлинной жемчужиной посреди безводной пустыни Иудейской долины. Сегодня в обители проживают всего четыре монаха, и они чтят память Святого Подвижника, основавшего монастырь в далеком V веке. В свое время сам настоятель, преподобный Герасим Иорданский, достиг такой степени аскетизма, что во время Великого Поста он обходился без еды до самой Пасхи, только по воскресеньям принимал святое причастие. Образ преподобного Герасима Ярданского на иконе узнать легко. Он изображен вместе со львом. Такая иконописная традиция появилась, исходя из жития Святого Подвижника. Как-то Герасим встретил в пустыне раненого льва и вылечил его. В благодарность лев стал служить старцу, как домашнее животное, до самой его кончины, после которой и сам умер на могиле Подвижника. Лев был зарыт рядом с гробом Святого. Кстати, захоронение Герасима Иорданского не найдено. Известно только, что оно находится на территории монастыря. Как говорит Священное Писание, блажен и же и скоты милует. Говорит нам о том, что милосердие человека преображает и преображает не только самого человека, но и всю природу вокруг него. И так что и дикие звери становятся короткими, прослушными и благоразумными. В день памяти преподобного Герасима Иорданского в монастыре прошла праздничная литургия прежде освященных даров. Возглавил ее блаженнейший патриарх Иерусалимский Евсея Палестины Феофил III. Ему сослужили иерархи Иерусалимской Православной Церкви, клирики русской духовной миссии во главе с Игуменом Феофаном Лукьяновым, а также священнослужители из России, Румынии, Канады и Америки. После богослужения все вместе и духовенство, и молящиеся совершили крестный ход вокруг монастыря. Процессию сопровождал отряд скалов с барабанами, православные греки в национальных костюмах, что придавало событию еще больше торжественности. Особенно понравился, конечно, крестный ход, барабаны, вообще что-то, наверное, еще до сих пор звук в ушах. Служба тоже, хор поразил. То есть у нас в России в монастырях только так поют. То есть впечатление еще в ушах звенит. Под впечатлением от увиденного остались еще десятки паломников. На праздник в монастырь Герасима Иорданского приехало порядка десяти автобусов с туристами из разных стран, в том числе и России. Поток паломников в это место открылся относительно недавно. Современный этап в истории монастыря начался в 70-е годы прошлого века, когда под руководством греческого монаха Хризастома началось возрождение обители. Надо сказать, что на территории монастыря Герасима Иорданского находится пещера, в которой останавливались на ночлег во время бегства в Египет от преследований царя Ирода Пресвятая Богородица с Богомладенцем и Святым Иосифом Обручником. Здесь же находится чудотворная икона Богородицы Млекопитательницы. Евгения Бестужева, Владимир Жаров, Иерусалим, Православный телеканал «Союз».